В общем, у аудитории может возникнуть такой вполне закономерный вопрос, что сотрудник лаборатории бионаннотехнологии знает про вакцины и вообще компетентен ли он стоять с трибуны об этом вещать? Скажу не особо, но в связи с как Павел Михайлович выразился со слезной просьбой отказаться было невозможно. Я попыталась в этой на самом деле очень обширной проблеме как-то поразбираться и что из этих моих попыток разобраться вышло, сейчас я вам попробую рассказать. Так что если я вдруг где-нибудь ошибусь, тут сильно помидор у меня не забрасывает. Вакцины в меняющемся мире. Поначалу я вообще хотела сформулировать название лекции как «Вакцины прививаться или нет?», но потом подумала, что все-таки у нас лекция не то, чтобы уж совсем прям публичная, что тут будет ползала антивакцинаторов, поэтому все-таки я согласна с Павлом Михайловичем на эту переформулировку. Спасибо, Аня. Ну, начнем, как и подобает, с определений. Ну, вакцина, я думаю, вы так все прекрасно знаете, медицинский или ветеринарный препарат, который нужен для создания иммунитета каким-то достаточно опасным инфекционным заболеванием. Вакцина может быть как живая, так и неживая, дальше мы эту классификацию посмотрим. Ну, и как уже Павел Михайлович сказал, началась эта вся эпопея еще давным-давно, когда в Англии в XVIII веке такой известный человек, как Эдвард Джейнер, прислушался к слухам, по которым доярки переболевшие коровьей оспой, натуральные оспы уже не заболевали. Ну, к тому времени про биоэтику люди не слышали совсем, и отмазка у него, в принципе, была, сам он уже имел иммунитет к оспе, поэтому на себе ставить эксперименты он не мог, ну, поверим ему. Ну, на этом он не остановился и взял мальчика восьмилетнего, здесь он как-то на картине уж совсем какой-то младенец изображен. Так, судя по факту, мальчику было восемь лет, звали бы Джеймс Фиббс, и он этого мальчика заразил сначала коровьей оспой, а потом натуральной. И вот тот не заболел. Очень, конечно, этичный был эксперимент, но с этого все и началось. Сейчас можно долго рассуждать о том, прав он был или нет, вот так вот над детьми издеваться, но тем не менее, с него-то эпоха вакцин и началась. Однако, все это продолжение всей этой эпохи на самом деле было не сразу далеко. Потому что, как вы понимаете, никаких открытий в то время вирусов и так далее, ничего этого не было. И продолжилось все это буквально через, только через сто лет. Уже Пастер продолжил эти работы и уже взяв патогены, инактивировал их, и уже на основе инактивированных патогенов были созданы такие вакцины, как против сибирской язвы и бешенства. Ну, какие бывают вакцины? Ну, самое простое, это моновакцины и поливакцины, в зависимости от того, прививаем мы человека от одного возбудителя, или сразу в одной прививке там имеется несколько возбудителей живых, или там инактивированных, или каких-то субъединичных. И понятно, что бывают бактериальные и вирусные вакцины. Дальше. Ну, вот еще раз, значит, бывают живые, когда мы используем какие-то слабопатогенные или непатогенные штаммы для прививки. Инактивированные, когда мы физически или химически инактивируем этот агент и прививаем человека или животного. И субъединичные. Ну, остановимся кратенько на таких, на видах вакцин. Живые акинированные. Ну, понятно, что это какой-то штамм, который не вызывает болезни, но размножается в течение короткого времени в организме и вызывает выработку иммунитета по отношению к патогенным штаммам того же возбудителя. Вакцины. Их нарабатывают до сих пор, либо на первичных, либо на культурах клеток, либо и на куриных эмбрионах до сих пор тоже есть вакцины, их нарабатывают. Очищают их там центрифугированием, делают ультрафильтрацию и, как правило, леофильно высушивают и уже непосредственно перед введением вакцины их разбавляют. Производство живых вакцин – это дешево достаточно относительно других видов, поэтому для иммунизации животных, как правило, именно живые вакцины сейчас используют. Почти все вакцины для животных живые. Для человека они тоже есть. Дальше мы там по видам болезней посмотрим, где используются живые вакцины сейчас. Что еще добавляют живые вакцины помимо самого непосредственно этого штамма? Ну, естественно, там есть бухерный раствор для поддержания по ашионной силы. Есть противобактериальный препарат, так называемый консервант, смертилят, дальше мы об этом чуть-чуть поговорим. И белок для стабилизации. Раньше это был альбумин из донорской крови, но так как он вызывает различные побочные эффекты, его заменили на бычесыворочный альбумин, яичный белок. Ну, конечно, и против этих белков у людей может возникать аллергия, но об этом тоже мы дальше маленько поговорим. Дальше. На основе живых вакцин пытаются делать и живые рекомбинантные так называемые вакцины. То есть живой возбудитель вводятся какие-то трансгены, чтобы сделать этот возбудитель из него так называемую поливакцину. Ну, на самом деле не так уж до практики не так много на сегодняшний день дошло из всех этих разработок. Поначалу пытались делать в качестве вектора использовать вирус ОСПО-вакцины, в него там что-то встраивать, на основе него от бешенства вакцины делать, еще всяких опасных заболеваний. Но сейчас в основном используют не ОСПО-вакцины, так как она сама по себе достаточно все-таки опасная, делают на основе альфа-вирусов и аденовирусов, их в качестве векторов используют. Но это все пока на уровне только разработок. Также перспективным считает использование сальмонеллы. Если этот штамм не вызывает ничего плохого у человека, то такой штамм, в него можно ввести плазмиду с каким-то трансгеном, и сальмонеллы будут жить в кишечных, и постепенно начнут арабатывать какие-то антигены, и в результате будет у человека возникать иммунитет. Но, говорю опять же, ничего на практике не используется, кроме, вот на основе вируса ОСПО-вакцины была сделана вакцина против бешенства, но используется она только для животных, да еще и для диких. Вот эта вот куриная голова тут валяется к тому, что в США и странах Европы, чтобы вакцинировать диких животных от бешенства, то эту живую вакцину против бешенства на основе ОСПО-вакцины, их там в губочку капают, эту живую, в куриную голову затанкивают, и с вертолетов разбрасывают на территориях всяких парков, лесов, чтобы дикие звери принудительно вакцинировались против бешенства. Собственно, пока все успехи живых рекомбинатных вакцин. Инактивированные вакцины нарабатывают на, опять же, на культурах клеток или куриных эмбрионах, затем их инактивируют в основном химически. Поэтому есть следовые количества формальдегида, но иногда, к сожалению, они не такие уж и следовые, в итоге в вакцинах они остаются. Дальше очень редко леофильны высушивают, но они плохо это выдерживают, либо стерилизуют ультрафильтрацией. Это я к тому, что такие вакцины в основном жидкие бывают. Вот, значит, и, ну, понятно, что при введении живой вакцины количество ее намного меньше, потому что она сама размножается в организме. Так как у нас инактивированная вакцина, она инактивированная, она не размножается, вводить ее, конечно, нужен вирусных частиц, самобактерий намного больше. Кроме того, что еще входит в состав инактивированной вакцины, помимо буферного раствора, мертиолята, как консерванта и белка, входит еще адъюванты, о них мы тоже дальше в связи с антивакцинаторством поговорим. Оксид или гидроксид алюминия в основном используют, сколько я смотрела состав вакцин, которые у нас используют, это в основном оксид алюминия, иногда гидроксид. Астены и адъюванты пока только исследуются, не используются. Может быть, я, если ошибаюсь, кто-то меня поправит, кто знает состав вакцин современных. Ну и, как я уже сказала, формалина, естественно, после инактивации вакцины, он там в ее составе остается. Дальше. Последний, третий вид – это субъединичные вакцины. Когда мы берем какой-то определенный, так сказать, самый главный антиген, и его в составе вакцин и используем. Ну, на самом деле, почему здесь только гепатита В приведено? Потому что только такая вакцина для людей субъединично используется. Рекомендантная вакцина против вирусного гепатита В. Значит, нарабатывается поверхностный антиген, он гликозилируется, поэтому используется дрожжи в качестве объекта и наработки, чтобы происходило, соответственно, гликозилирование, чего в бактериальных клетках нет. Это вынужденная мера использовать дрожжи, потому что дрожжевые белки являются тоже сильным аллергеном, поэтому надо очень тщательно чистить эту вакцину, чтобы ее потом можно было на людях использовать. Вот, и по поводу еще этой вакцины против гепатита В. Она используется, как у меня там было указано, с 1979 года. Данные с начала вакцинации населения собираются и показывают, что статистика, что иммунитет сохраняется по меньшей мере 15 лет от гепатита В после этой прививки. Вот, и не было случаев инфицирования, приводящих к хронической инфекции. Но надо помнить, что, как и, ну, в принципе, для всех вакцин очень важно условия ее хранения, транспортировки, ну, и использования, естественно, врачами. Особенно для гепатита В это характерно, потому что если она размораживается, замораживается, то ее, конечно, свойства ухудшаются. Вы все прекрасно знаете, это про любые реактивы, но то ли полимеразка не сработала, то ли мы прививаем ребенка, у него иммунитета нет. Вот, и еще про гепатит В стоит сказать, что так как это заболевание чисто антропонозное, то возникает возможность полностью искоренить это заболевание, как и натуральный оспок, в принципе, на всей нашей планете, если мы будем продолжать вакцинацию. Значит, ну, кратенько остановлюсь, раз уж мы тут говорим про вакцины на таком популярном уровне, то механизм действия, собственно, как и ничего отличающий, не отличается этот механизм просто от того, как, допустим, вирусы или бактерии попадают естественным путем в организм, захватывается, если мы говорим, допустим, про субъединичные вакцины, захватывается макрофагом этот антиген, представляется на поверхности антиген, представляющий клетки в комплексе СМХТ, узнается это все лимфоцитами, дальше происходит дифференцировка лимфоцитом, техилоперы одного-второго типа, соответственно, развивается клеточный гуморальный иммунитет. И для чего здесь еще вот на этой схеме у меня, ой, у меня указки нет, а есть здесь? Ага, точно, вот. Вот здесь вот показывают алюм, это имеется в виду здесь алюминия-адьюванты, которые вот через образование так называемой циломосомы, через определенные медиаторы влияют на формирование гуморального иммунитета. И подчеркивается, что именно вот алюминий, как адьювант, он способствует развитию гуморального иммунитета и в меньшей степени клеточного, поэтому если мы хотим после прививки увидеть как бы развитие клеточного иммунитета, то нам необходимо использовать другого типа алюманты, вот они здесь представлены. Но опять же повторюсь, в наших вакцинах это пока не используется, все на стадии разработок. Самые, конечно, самые такие передовые разработки по поводу алювантов и в принципе вообще вакцины, они используются в вакцинах от гриппа, потому что их сейчас миллион всяких разных, и вот сколько я встречала там и что-то касающее алюмантов и чего-то, то это все в основном про прививку от гриппа. А такие вот там всякие коклюши, кори, краснухи и так далее, они как 30 лет у нас как вакцина была, все одну и ту же мы используем, грубо говоря. Дальше, начной период образования антител после прививки, латентный фаза роста, соответственно, и снижение. Латентный это от, соответственно, отведения вакцины до появления первых антител в сыворотке крови. Это от нескольких суток до двух недель. Затем быстро-быстро экспоненциально увеличивается количество антител в сыворотке. Для кори характерно очень большое, очень резкое накопление, поэтому могут использовать, когда, допустим, проконтактировал человек с заболевшим корей, у него не было перед этим прививки, то можно его провакцинировать, это может помочь. Ну и после этого фаза снижения сначала достаточно резко, а потом плавненько снижается, и вот это плавное снижение может длиться годы и даже десятилетия. При этом иммунитет, как мы говорим, сохраняется, и ревакцинации делать не нужно в этот период. Дальше, значит, каратенько про то, как вообще, ну, не то что разработка, но скорее так, испытания, наверное, вакцин про разработку здесь на самом деле нет. То, что конечные препараты обязательно, естественно, проверяются на животных и должны проверяться на обезьянах, любая вакцина, которая разрабатывается. У нас главной такой организацией, царь и бог, у нас по вакцинам, это Государственный институт стандартизации контроля имени Тарасевича, он все наши вакцины новые лицензирует, проверяет и так далее, то есть все вопросы это туда. Значит, испытания на добровольцах после всех испытаний на животных, какие проводятся? Три стадии, как и для всех, в принципе, лекарственных, наверное, препаратов. Первая, это на очень ограниченной группе на безопасность и иммуногенность, дальше группа побольше, эпидемиологическая проверка и уже третья стадия, в принципе, то же самое, но выборка просто людей уже больше и проверяет, естественно, так называемую реактогенность вакцины, свойство вызывать вот побочные эффекты этой вакцины, но на самом деле этот термин применим ко всем лекарственным средствам, не только к вакцинам, собственно. Контроль и хранение. Значит, при изготовлении каждой партии, естественно, изготовитель обязан отслеживать те показатели, по которым он проходил все эти доклинические и клинические испытания. Далее, контроль во всех компаниях, которые производят вакцины, он у них не менее затратный, чем само производство, естественно, они должны в том же мерке, там, в крупнейшем производителе вакцину, у них там 100 человек, если трудится на производстве, значит, и отслеживать контроль качества будет не меньшее количество человек и не меньшая сумма денег на это будет затрачиваться. Ну, еще раз вот про наш контрольный орган, он должен проверять каждую партию вакцины и уже через год, после того, как вот вакцина пробировалась, уже начинает проверять каждую партию выборочно. Но при этом производитель должен оставлять у себя часть каждой серии до истечения срока годности. Ну, опять же, значит, уточню, что самое главное – это транспортировка, правильное хранение, температурный режим и так далее. Потому что, допустим, знаю я, ну, это касается, конечно, сейчас не вакцин, а лекарств. Сотрудник Вектора, который, Личева Татьяна Николаевна, которая занимается гриппом, когда она брала, допустим, исследовать различные препараты от гриппа и брала субстанцию непосредственно с производства, ну, какой-то там, какой-то препарат, все работало на культурах клеток смотрит, все замечательно, действительно, там, грипп помирает, все живы, все здоровы. Потом она берет в аптеку, в обычную, покупает тот же самый препарат, делает точно такой же эксперимент, но не работает этот препарат от гриппа. Соответственно, такая же ситуация может быть и с вакциной. Когда ее там довезли, врач там, как он там, у кого он непонятно и так далее. Все это, к сожалению, имеет место быть, и врачам нужно быть, ну, очень бдительными и все это соблюдать. Далее. Ну, сейчас маленько, чуть-чуть страстей будет про то, от каких болезней у нас в стране вакцинирует население. Слышно? О, ага. Первое. От чего прививают еще в роддоме? В первые 24 часа жизни вот этих вот крошечек, это гепатит В. Как любят объяснять в Штатах, почему обязательно прививать вот так вот так вот рано? Что каждый ребенок, как они говорят, это такой сюрприз. И вдруг понадобится переливание крови. Вот вдруг понадобится. А при переливании крови, к сожалению, даже в Штатах, ну, не то чтобы часто, но бывает заражение гепатитом В. И чтобы свести вот это заражение к минимуму, так они объясняют вот эту раннюю вакцинацию. Я думаю, что и наши врачи объясняют примерно тем же. Вот. Ну, про гепатит В, я думаю, останавливаться не буду. Про твачущую печень там и так далее, вы прекрасно это знаете. Ну, и про вакцину, что на субъединичной, мы уже тоже говорили. Следующее заболевание, от которого тоже прививает еще совсем малипусик в роддоме, это туберкулез. Вот. И очень много вопросов, если начинать чего-то там в антивакцинаторство, там как-то там ухо одно засовывать, то, значит, про БЦЖ в основном, наверное. АКДС и БЦЖ, это две вакцины, против которой постоянно возникают споры, от которых все дети страдают аутизмом, по мнению антивакцинаторов, там и так далее. Почему вокруг нее так еще благодатна эта почва для развития всех этих толков, потому что вакцина это живая. Это ослабленная, живая туберкулезная палочка. Вот. И используется эта вакцина уже достаточно давно. Ну, стоит отметить, что в Штатах сейчас БЦЖ не ставят. Говорят, неэффективно. Ну, что как бы тоже может, как бы заставляет задуматься, а откуда нет, почему в Штатах-то решили, что она неэффективна. У них, конечно, вторая есть причина, потому что у них туберкулезом почти не болели, то они там с этой туберкулезной палочкой не встречаются. Но всегда СИГИСИ отмечает, что мало она эффективна, эта вакцина. Дальше. Три товарища вакториальных. Дифтерия, коклюш. Это все, БЦЖ, это только туберкулез. Вот она вот, вот БЦЖ, но потому что бакулус, вот это вот, непроизносимое, вот это вот. Вот. Угу. Так. А вот это уже поливакцина из трех. Та самая АКДС. Дифтерия, коклюш, столбняк. Вот. Значит, дифтерия, сейчас я все по галочку подсмотрю, характеризуется воспалением чаще всего слизистых ротоносоглотки, общей интоксикацией, а также поражением ЦНС, сердечно-сосудистой системы и так далее. Но когда читаешь про все эти ужасные, все эти как бактериальные, так и вирусные инфекции, в основном поражения ЦНС есть почти везде, поэтому они настолько опасны на самом деле. Ну, коклюш, это ужасный кашель, самое главное, как его такой симптом. И очень он опасен детям до двух лет, поэтому опять же его очень рано и ставят. И столбняк. Тоже, естественно, поражает нервную систему, вот это такое сокращение мышц происходит, тоже страшное заболевание. Вот вакцина АКДС против этих трех возбудителей вводится. Это взвесь убитых коклюшных микробов и очищенных анотоксинов. Анотоксин, это, грубо говоря, инактивированный токсин. Обычно его тоже инактивируют каким-нибудь формалином, тепликом формалине, его там обработают эти токсины. Получается анотоксин, который в вакцинах используют. Да, это против самого бактерии, а против токсинов. Да. Вот. И все это, как я говорила, на адъюванте гидроксида алюминия. Все это сделано. Очень многие часто спрашивают, вот зачем же за раз прививать от трех. Давайте разделим и три раза будем колоть. Но, как известно, самое главное, побочные эффекты, это аллергические реакции. Аллергические реакции вот на эти самые добавки, там, пусть она там на ртуть, на алюминии и так далее. Если мы будем три раза прививать, мы три раза будем ребенка подвергать вот этой атаке всех этих, на самом деле, аллергенов. Вместо того, чтобы один раз это сделать. Поэтому, в принципе, это очень оправданно, использовать это, по поле эти вакцины. Дальше, чего еще прививают? Между прочим, для меня некоторые болезни действительно были открытиями, потому что привили когда-то в детстве и знать не знаешь, что вообще на самом деле от них прививают, если маленьких детей своих нет. Гемофильная инфекция. Значит, это острое инфекционное заболевание, опасно, но тем, что вызывает очень много гнойных менингитов. Детки от этого умирают и процент вот этиологии этих гнойных менингитов очень часто вот гемофильная палочка это вызывает. Вот. Дальше, полиомиелит. Ну, про это заболевание, думаю, все знают. Несмотря на то, что в России полиомиелита, по данным статистики, нет. Опять же, у антивакцинаторов вопрос, зачем мы прививаемся, полиомиелита в России нет. Во-первых, очень много сейчас у нас любят ездить в какие-то восточные, южные страны и привозить оттуда. Чего только не привозить. Да и даже далеко не надо ехать. В Китае не так давно был случай полиомиелита. Поэтому говорить о том, что не надо прививаться от этих всех зараз, это неправильно. Вот. И еще последняя тройка, на этот раз вирусная, а не бактериальная. Корь, красноха и протит. Тоже все это действительно очень опасные заболевания, особенно, ну и кори, красноха на самом деле. Вот. И, значит, у нас кори остается до сих пор. Ну, естественно, мы во всем мире смотрим, участвую всех этих африканцев там, бегающих там и так далее. Вот. Во всем мире корь до сих пор остается одной из главных причин на первом месте стоит детской смертности. До сих пор. Вот. Ну и про корь дальше мы посмотрим, что на самом деле в цивилизованном мире творится с этой самой корью. Ну, еще разок этот вот календарь прививок. Вот очень, конечно, я об этом, может быть, сильно много, чем это нужно буду говорить про отличия у нас и в Штатах. Почему в Штатах? Я просто объясню. У меня друзья, семья переехали не так давно в Калифорнию, родили там ребеночка, ему вот полтора месяца. И они вот сейчас вот с такими глазами читают про этих антивакцинаторов, потому что в Калифорнии там чуть ли не каждый третий против, они там против всего Калифорния, штат такой весь, модерновый, так далее, не все эти. Новое веяние хватает. И они вот мне присылают там буклетики, там информацию, как у них здорово или что-то у них не здорово. Поэтому я постоянно вот это буду сравнивать. Вот у нас, у них там, вот у них, это в Калифорнии на самом деле, значит. Вот. Так, ну вот у нас еще разок, то есть мы говорили про кепатит Б, вот первые 24 часа жизни, туберкулез тоже. А, что? Вот если вы будете говорить, вы не можете сказать, еще с какого времени начались эти прививки? Не могу. Вы меня прививали от гепатита? Вот я не знаю. Нет? Нет. От гепатита Б не принимай, 79-го. Ну, явно вы постарше, чуть-чуть. У меня вообще нет ничего, кроме оспенепривающих, да? Туберкулеза, БЦЖ, это давно. А, да, да, понятно. Так оспенки у вас там еще? А все остальные, которые в зале сидят, у нас все получили. Да, я думаю. Ну, не все, что вы, тут не самый великовозрастный. Оспу не прививают через 8-го года. А уже не прививают? А через 8-го года? А, да. Это полиомиелитные китайцы еще встречаются, а оспенных китайцев не встречаются, поэтому... А оспу когда отменили? В 78-м подсказывают. Я, к сожалению, да, нет у меня данных, вот, да, хорошая вообще мысль, можно было сделать такое, да, с какого времени какие вакцины начались, вот, честно, не знаю. Ну, в общем, большинство, конечно, присутствующих, все, что я тут говорю, все получили, кроме одной. С 2014-го года вводится еще пневмококковая. Да. Пневмококковая прививочка вводится с 2014-го года. По идее, вот, вот, что-то там несколько, 2-3 месяца, что-то там такое, по-моему, если я не вру. А зарайка шлейки и маски тоже недавно прививки? А мы поговорим еще, там у меня будет, про это будет еще. Ну, вот, я вот то, что показывает этот календарь, это вот то, что вот обязательно и бесплатно, вот так скажем, кроме гриппа, но это там для некоторых групп людей. Значит, гепатит, туберкулез, это вот первые буквально дни часы жизни, потом в 3 месяца много у ребеночка прививок идет, это вот АКДС, в 3 месяца ставится первое, ну, потом вы видите, тут сколько еще ревопацинации идет, там еще смотря какие, если есть отклонения, какие-то иммунные нарушения и так далее, там свои какие-то, естественно, графики вводятся. В 3 же месяца вот от гемофильной реакции, от гемофильной инфекции, ХИП, она еще по-другому называется, все вот, все, кто такие западненькие, ХИП называют, ну, по названию вакцины, собственно. От полиумилит, опять же, в 3 месяца, то есть 3 такие достаточно серьезные прививки ребенок получает. В год корь краснуха паратит, которую тоже потом надо ставить снова, ну, про краснуху, естественно, девочкам, если там перед беременностью, про краснуху вы знаете, насколько это опасно, при беременности заболеть краснухой, там, все, в общем, будет плохо, поэтому надо проверять, и если не вакцинирована девочка, то обязательно вакцину эту ставить. Вот это, который сейчас проводится, питательный дисплат. Да. Про туберкулез был написан, 28 лет, что-то меня не прививали, что-то меня нет. Вот вы меня вообще, вот, по поводу прививали, вот у кого есть такой сертификат, вот вы мне скажите, о прививках. А должны быть у всех, ну, так, вообще-то, потому что нам говорят, вот, с одной стороны, как это важно, это действительно важно и нужно, но это вот, благо я на векторе просто, работу меня вынудили. Да и то, как вот собрать те прививки, которые, вот, ну, это ужас был, бегать по каким-то поликлиникам детским, вот это все собирать, а ведь это на самом деле, это ведь ужасно, потому что привили тебя, не привили, данных нет. То есть, ты что-то там в школе, еще как-то тебя ведут с этими прививками, ты из школы ушел, если там справочку вовремя не взял, то потом вот эти данные вообще не восстановить. Сходить, сдавать свои титры на каждую из этих, по идее, надо, на каждую из этих заболеваний, повторно ставить, не стать, какую вакцину ставить. А может, у меня аллергия была, и вот здесь бы это было записано. В общем, кто, молодые родители, я вас призываю, как-то повнимательнее вот к этому относитесь, чтобы потом ваш ребенок не бегал и не мучился с мыслью о том, прививали его, болели, кость там, свинка была, не была и так далее. Все это действительно должно как-то вестись, чего у нас, к сожалению, не делается в стране в основном. Ну, вот опять же, говорю, школы часто все и заканчиваются, потом вообще никто не знает, действительно, в 28 лет там ревакцинации идут достаточно долго, особенно если кто-то куда-то выезжает там и так далее. В общем, это все так-то не шутки. Так, ну и вот краснуха-корь, вот эти последние ревакцинации мне здесь указаны, но грипп здесь стоит, то есть некоторым группам пациентов ставят бесплатно, но не всем далеко, вы знаете, в принципе, это такая по желанию. Ну, в принципе, надо сказать, у нас вся любая прививка, от нее можно написать отказ, чем сейчас вот антивакцинаторы активно пользуются, что? От любой, даже в роддоме от вот от гепатита B и от туберкулеза, от БЦЖ могут родители написать отказ и своего ребенка не прививать, могут, что и делают, а в Штатах очень активно делают, но у них еще какая ситуация, то есть у нас, в принципе, это если он садик не возьмет без прививок, у них тоже, у них не в колледж, никуда там дальше не возьмет, подделывают, особенно кто русское население, антивакцинаторы, они едут в Россию, подделывают там, типа, поставили, приезжают обратно, что там здесь проще это подделать, и потом здесь уже, ну, в Штатах там уже эти документы все показывают, что вот мы там привиты, а на самом деле нет. Поэтому, да, и у нас отказ можно написать от любой прививки. антивакцинаторы. Ну вот мы перешли, на самом деле мы уже давно перешли, официальную, значит, про антивакцинаторов. Ну, вот, ну что стоит вообще сказать, вот, когда я, помню, готовила как-то лекцию про ГМО, когда начинаешь вот про противников ГМО читать, что вот в обычных продуктах генов нет, а в ГМО есть, ну, то есть там, понятно, да, то есть там черти что. В принципе, антивакцинаторы, это как будто бы люди чуть-чуть пограмотнее. И поэтому, когда начинаешь вот в эту всю тему как-то вникать, и, ну, раз, какие-то моменты, я думаю, все, я увольняюсь, я против, я детей приводить не буду, и выражать еще буду сама дома, и, в общем, ну, все, то есть там, труба. Потому что у них на самом деле, и, ну, то есть, наверное, я и помимо лекции, очень это интересная тема, и стоит, наверное, что-то покопаться и почитать, то есть не так, но все-таки, на мой взгляд, не так уж тут все однозначно, вот такое, наверное, мое мнение, что говорить, что все вот это, все фигня, все эти там, ну, наверное, нет, не могу я так, потому что публикации все-таки какие-то находятся и вполне себе таких журналов неплохих, и как-то это все заставляет задуматься. Ну, в общем, я тут чуть-чуть набросала из того, что есть. Ну, первое, значит, почему антивакцинаторы против? Во-первых, то, что вакцины небезопасны и неэффективны. Небезопасны почему? Ну, потому что, как мы говорили, в любой вакцине есть мертиолят или другой какой-то консервант, но в основном это мертиолят, соль и ртути, и вот эти самые алюминиевые адъюванты, гидроксиды, оксиды, иногда фосфаты используются. И вот они-то вроде как бы, начиная от аутизма, до любых аллергий вызывают, и от этого дети умирают, и, в общем, всем подряд страдают, и вообще все плохо, и там, когда начинают считать, все плохо вообще из-за вакцины. То есть, любое заболевание, особенно связанное с СНС, это все из-за вакцин. А вот эти все аутичные синдромы, я, к сожалению, в этой терминологии сильно не ориентируюсь, но все, конечно, во всем винят они. Вот, ну и что по поводу, значит, адъювантов? Ну, как, наверное, любой биолог бы поступил? Открыл бы подмет, алюминиевые адъюванты там, побочные эффекты, тра-ля-ля, и посмотрел, ну что вообще в научной литературе описано. Ну, попадаются статьи, которые вот, ну вот так вот, я тут выборочно какую-то фразу там привелась, какой-то статьи, что может быть токсична для нервной системы, и использование в качестве адъювантов для вакцин вызывает серьезную заботчность. Вот такие аккуратные выводы делают. То есть я, когда начала вот эти статьи про эти адъюванты читать, достаточно много их на самом деле вывалилось вот с такими примерно выводами. Причем там есть как и статистические работы, что вот они там всех этих больных аутизмом, там статистику посмотрели, по вакцинам статистику посмотрели, ага, что-то тут коррелирует, там все эти индексы, тра-ля-ля, все, вот это все связано и действительно из-за вакцин, аутизм и так далее. Есть и такие именно лабораторные какие-то эксперименты у них по связи и там, насколько этот алюминий токсичен. Но потом при ближайшем рассмотрении оказывается, что в основном во всех публикациях вот такого типа, которые вываливаются, вот эти два автора, и только они. Ну серьезно. Это два, это значит тут профессор из Канады и постдокова девушка. Ну серьезно. То есть я, конечно, не могу сказать, что я там такой большой специалисты правопатила, конечно, весь подмет там с 50-х годов, нет. Но вот на первый взгляд, по крайней мере, картина такая, что какие-то активисты ведут какие-то исследования, при этом, наверное, нельзя их осуждать, что все там это все неправда, то, что они там наисследовали. Но, в принципе, и когда я читала каких-то интервью с ними, они говорят, мы вообще-то не антивакцинаторы, не надо нас туда. Мы вот просто хотим разобраться. Ну вот, поэтому они все-таки, у них действительно достаточно такие обтекаемые формулировки, не то, что давайте все запретим. Ну, в общем, вот примерно так. Ну, естественно, это публикация, но это такая кормушка для всех антивакцинаторов. То есть когда они там на форумах еще ссылочку кидают на подмет, а там, опа, и там все плохо. Ну, конечно, тут это производит фурор просто. Вот. Ну, что, логичный вопрос, что тогда делается в связи с этими вообще адъювантами, может, какие-то другие придумывают там или что-то, но, к сожалению, особо других почему-то не придумывают. То есть все вот с этим алюминием так или иначе завязано. Там вот исследования ведут, что там вот ни макро, ни микрочастица, а наночастицы этого алюминия надо. Ну, нано-то понятно, лучше кто тут спорит. Ну, в общем, вот какие-то такие все вот тут какие-то... А вот эта вещь, она используется только в прививках или в других лекарствах? В колбасу ее добавляют? Ну, как? Ну, алюминий, конечно, там в колбасу не добавляют. Нет. Это именно для вакцин используется. Нет. Насколько... Не знаю, не буду врать, насколько я понимаю, нет. Это именно для... Вот, для... Да, как адъювант для вот прививок, грубо говоря. Вот. Так, что тут я... А, про адъюванты, значит, другие. Ну, в основном, опять же, как я говорила, если посмотреть... Гриппозная вакцина, гриппозная вакцина там и так далее. То есть, какие-то чего-то там делается, но все это в основном для вакцин против гриппа. Допустим, когда-то прошумел, начиная вот с 95-го года, был запатентован такой адъювант, и в связи с ним вакцина новая была, гриппозная, которая называлась адъювант полиоксидония. В общем, это товарищи, сейчас я, чтобы не наврать, найду, откуда они были. Наши российские, это были разработки. Вот, в институте иммунологии некий профессор Аркадий Некрасов изобрел такой полиоксидоний, хороший весь из себя адъюван, который там вроде как и не аллергенен и так далее, и так далее. И они там громадное предприятие организовали, и там все у них хорошо, они давали им очень масштабно эту вакцину, значит, производить против гриппа, этот гриппол. До 2006 года. А в 2006 году, значит, было около миллион доз изъято из оборота, потому что 68 человек слегли в больничку с очень тяжелыми аллергическими реакциями, проверили еще раз эту всю вакцинку, все это свернули, и, в общем, разработчики 2 миллиона долларов потеряли. И все, нет у нас гриппа. Ну, опять же, все это грустные, так сказать, новости, потому что, а как вот, спрашиваю, а как проверяли, почему такое случилось. Ну, в общем, вот так вот у нас. Ну, и, конечно, вот когда, очень часто, когда я, я замучилась их вокруг врачей, знакомых, там, педиатров, я не знаю, кого угодно с этими вопросами по поводу вакцин, они говорят, прививаться хорошо, только не у нас. Ну, по сути, наверное, действительно, так оно вот, какой-то вывод такой напрашивается. По крайней мере, ну, по некоторым вакцинам. Так, это вот, это было к тому, что все эти алюминиевые адъюванты вдоль и поперек там исследуют, чего-то меняют и до сих пор очень активно в вакцинах используют. Дальше, помимо адъювантов, по что еще кричат антивакцинаторы, что вредно? Консерванты, тот самый мертилят. Ну, понятно людям, вообще, скажи, ртуть, там градусник разбивает у всех, паника, а тут, значит, детишек в вакцинах и так далее. Ну, понятно, там недаром все-таки проводятся исследования на безопасность. И количество этой ртути там ничтожно, естественно. И все это должно четко, строго проверяться. Но, в отличие, допустим, от алюминия, где еще бывают какие-то действительно публикации, вроде как, какое-то там, чего-то там плохое находят. Но сколько я смотрела, искала публикации, что вот там, ну, что-то плохо про вот использование ртути, в основном нет. И все, что проводят какие-то вот там, находятся какие-то публикации, что не зафиксировано никаких побочных эффектов там и так далее. Но меня всегда, конечно, тоже вот удивляются эти формулировки. Часто, допустим, исследуют какие-то компоненты вакцин, эффективность вакцины исследуется. И даже в Эбстракте такая фраза, что вот эта вакцина или этот консервант был использован там в Штатах и в Европе до 2000 какого-нибудь года, сейчас не используют. Но в странах там каких-то используют. Поэтому мы тут поизучаем. Вот эти формулировки тоже лично меня как-то напрягают. То есть они, их не используют, они безопасны, но мы от них отказались. Ну, как-то это все тоже вот мне не очень нравится. Их действительно часто такое встречаешь. Ну и про эффективность. Статьи в научных журналах по поводу неэффективности встречаются тоже. Не так уж много я там особо нарыла. Ну, вот как пример привела, допустим, что вот про эффективность от кори. Вот. Типа неэффективно. Исследования или там у них была выборка людей, они посмотрели у них титры и увидели вот у кого-то, у какого-то процента, 4,4, по-моему, процента у них было исследовано этой группы, а иммунитета не было. Они поставили ревакцинацию и потом посмотрели, через год у них есть эти антитела, или нет после ревакцинации. И вот там тоже не у всех эти антитела были. И пишут, неэффективно ваша вакцина против кори. Ну, тут же с корью, благо, для анти-анти-вакцинаторов, благо, тут все просто. Потому что в Европе бедная сейчас от этой кори, ну не то, чтобы там все это помирается от кори, но на самом деле все это не шутки. И вот когда чуть-чуть, то есть я сейчас логику восстановлю свою, когда начинаешь искать в интернете и попадаешься на каких-то форумах по поводу антивакцинаторства и так далее, очень много сообщений. Мы вот привели, ребенок чуть не умер, или там, или там, и так далее, и так далее. Логичный вопрос, а где же сообщения, а мы не привели, и вот ребенок-то заболел корью, капец. Таких у нас в российском интернете, но сообщений действительно мало. Но зато, когда открываешь новости, пожалуйста, Нидерланды, 2013 год, 1226 случаев кори, 82 госпитализированы, и были случаи смерти. Ну, тут как бы далеко тоже ходить не надо. Причем, почему эти вот эти картинки две? Значит, вот это красненьким показано, это места, где вот вспышки кори были. А вот это вот синеньким, чем интенсивнее синий цвет, тем меньше народу там привито. Ну, налицо. Причем, естественно же, проверяли те, кто корью заразился, и в тяжелой форме болел, были они привиты или нет. Не были. Ну, понятно. И далеко ходить, собственно, тоже не надо. Вспышка кори в прошлом месяце в Нью-Йорке. Причем сразу запестрели журналы и газеты заголовками, что чертовый вакцинатор, антивакцинатор, это все из-за вас. Ну, и действительно, не поспоришь. Потому что корь, в принципе, была в странах Европы и в США искоренена, потому что ее не было в связи с привычными всеми мероприятиями, только завозные какие-то случаи. Ну, и тут, естественно, заболевшие, там перечислялась статистика, двое там туда-то съездили, куда-то там в Африку, двое там еще куда-то съездили, в общем, на привозили. И среди вот этого всего, причем заболели там, допустим, люди пришли на прием к речу, к врачу тут с этим коревым носителем пересекли, пересекли, заболели сами, да еще и дети заболели и вообще. То есть сообщений таких, на самом деле, достаточно. Ну, здесь это по поводу того, что часто публикации, которые говорят о небезопасности вакцин, потом отзываются. Или у них находятся какие-нибудь ошибки в экспериментах и так далее. Очень часто такое встречаешь, что сначала... Ну, и какая вот, опять же, люди же запоминают, что а, было такое исследование, доказали небезопасность. А то, что там потом проверили другими исследователями все это отменили, никто уже про это потом не читает. А таких публикаций тоже хватает, на самом деле. Ну, и вот тоже не только с корею такая ситуация, с коклюшем вот. То есть часто бывает такая ситуация, что, допустим, какие-то, да, нарушения иммунной системы ребенку прививку ставить нельзя. И если бы вокруг были бы привиты, этот ребенок бы не заболел. Я представляю чувства этой матери, которая не может привить своего ребенка, пять недель, вот такой вот клоп, и он, простите, с коклюшем там еле дышит и закашливается. А вокруг все ходят и кричат, что мы прививаться не будем, это там какой-то там аутизм. Вот, конкретный коклюш, а не какой-то там где-то аутизм. Вот, ну, и это вот по поводу как бы защиты населения, что здесь вот у нас вот эти синенькие, это не провакцинированные, но здоровые, красненькие у нас, соответственно, заболевшие. Очень быстро распространяется, если никто не вакцинирован. Если хоть какой-то процент населения вакцинируется, ну, все-таки распространяется, ну, какие-то здоровые люди остаются, но в основном все население все равно заболевает. Ну, а если уже достаточное количество людей провакцинировано, то распространения болезней не будет. И вот если чем больше вот таких вот синеньких будет вокруг, то вероятность того, что вот этих деток, которых привить нельзя из-за иммунных каких-то нарушений, они, к сожалению, могут заразиться. Причем еще не стоит забывать, особенно когда мы говорим про вирусы, особенно про РНКовые вирусы, которые мутируют очень быстро. Человек, даже если он сам без проявлений, без каких-то... То есть часто о чем антивакцинаторы говорят? Там какие-то болезни в детстве, допустим, переносятся легко или еще там что-то. Когда эта болезнь циркулирует в организме, она и мутирует, возникают новые штаммы. Неизвестно, что там может возникнуть. Это тоже нельзя как бы сбрасывать со счетов. Вот поэтому здесь эта пометочка, что те, кто не провакцинирован, и может в острой форме не болеет, он заражает тех, кого привить нельзя. И сам таким резервуаром для изменения вирусов служит. Ну и вот такая заметка. К сожалению, в 2009 год взяла у Сергея Викторовича Слямзева, и не потрудилась современные данные поискать. Прокорь, паротит, полиомиелит, гепатит B, краснуха. Вот вы можете посмотреть, как снижается. Конечно, вот опять же не надо забывать, что тут не только вакцинация имеет значение. Правильно, в принципе, тут антивакцинаторы говорят? Общий уровень жизни возрастает, санитарные там все это. Это действительно сложно вычленить. У нас же нет контрольной, пол стороны прививали, а с полу нет, мы потом сравнили, где там какой процент заболевших. Конечно, здесь все имеет значение, но тем не менее сбрасывается счетов вакцинацию. Потому что очень многие говорят, что даже если бы, это, кстати, очень распространенное сообщение, я очень много где встречала, даже если бы мы не прививались, все эти инфекционные заболевания пошли на спад еще до введения прививок. Ну, откуда эти данные? Когда пытаешься что-то раскопать, ну, откуда это люди берут? Где у них эти статистические, и что там все в госстат работают? Я не знаю, и откуда они все это знают? Какой там спад был перед прививками? Какая там, ну, Господь бы мы еще победили, давайте скажем, мы не прививались бы совсем. Ну, в общем, такие вот вещи. Ну, и опять же, про новые инфекции, что, про то, что вроде как бы мы искоренили, но не надо сбрасывать со счетов международную торговлю эту нашу, когда нам что-то там привозят, завозят, сами мы туда ездим. Ну, я тоже, в том числе, что уж тут греха таить. Как у них? У них, это я напоминаю, в Калифорнии. Решила я просто посмотреть, и чего прививает у нас у них, в чем разница, может, как-то в вакцинах, в подходах там и так далее. На самом деле, ну, разницы такие, не есть, так скажем. Значит, что у них там? Сейчас найду. Вот у них тоже, как бы, график такой прививок. Вот он. Сначала идем, ну, гепатит B так же, как у нас, в принципе, такая же примерно вакцина. От ротовирусов они совсем тоже маленьких прививают, в ротик им капают живую ротовирусную вакцину. У нас хотят ввести, но только так хотят. Непонятно. Ротовирус. Это кишечная, ну, так, как ее мы иногда кишечную инфекцию называем, то есть рвота по носу там и так далее. Ну, наверное. Да. Просто чем страшно, как они у маленьких детей, почему страшно? Не столько, что он там рвота по носу и так далее, сам по себе, там никаких осложнений не бывает. Дегидратация. Вот что. Не успеешь отследить, и от потери жидкости ребеночек может умереть, и таких случаев много. Поэтому они вот делают такую живую вакцинку, именно вот отюнированный штамм в ротик там капают, и, грубо говоря, ребенок болеет, у него может быть и рвота, и понос, но он вот буквально там под присмотром, если что, в больничку и так далее. Вот они стали, вот такую вакцину ввели. У нас все думают ввести, пока у нас нет в обязательных прививках. Так, дальше вот дифтерия, там это все понятно, это тут столбняк, траляляк, гемофильная инфекция у них также, пневмококковую, вот у нас хотят ввести тоже. Буквально, вот с 2014 года, да, 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 вот это как раз пневмококковая инфекция. Это все вот про осложнение, это про менингиты тоже, вот это сюда. Поэтому у нас решили тоже ввести большая детская смертность в связи с ним и так далее. Ну, от гриппа, почему я здесь выделила, потому что у них все-таки население прививается значительно более масштабно, чем у нас, вот в этом, собственно, отличие. Так, дальше у них, господи, так, гепатит А у них обязательный, у нас его нет. Вот, так, дальше, господи, да, ветрянка, у них прививают от ветрянки, у нас все тоже хотят, вот как с ротовирусом хотят, не ввели, неизвестно когда. Вот, ну и значит, менингококковая у нас, у нее нет, и попиломовирус у них тоже насколько, ну, опять же, что значит обязательный в штатах, ну, вы же знаете их систему, что у них там застраховался в какой-то компании, и вот они там тебе какие-то вакцины, смотря в какой компании такая будет, и вакцина там, и так далее, и так далее. Но у них там есть какие еще компании, которые, допустим, страхуют, ставят определенную вакцину, и они же потом отвечают за последствия против этой вакцины, то есть все поствакцинальные осложнения они же лечат. Ну, естественно, это такие компании дороже, но логично, то есть они потом сами же лечат, но, наверное, это все как-то внушает доверие больше, чем просто в какой-то компании застраховаться. Так. А, лирическое вступление, так к чему было это? А, про витриную оспу. Вот, я не могла удержаться в связи с поездкой своей в Индию. Услышав витриную оспу, я сразу про этот эпизод вспомнила. Были мы в городе Варанаси, как вы знаете, наверное, это главный индуистский город в Индии, и там они сжигаются все эти группы, и каждый уважающийся индус мечтает быть сожженным на берегах Ганги родной, и, значит, в реке-то его право должно быть развеять. Но, как во всем прочим радостям, что они трупы там сжигают, некоторые они не сжигают. И вот тут категории личностей, которых они, значит, не сжигают, а камешек привязывают и прям в речку. Значит, вот с камушком в речку детей. Тут тот, кто говорит до пяти, кто до двенадцати, не разберешь их. До какого возраста у них святые дети, непонятно. Ну, до пяти точно. Значит, их беременных женщин, потому что внутри дитё тоже святое. Садху святые у них. Людей, укушенных коброй. Знаете, почему? Потому что у Кришны кобра. Поэтому всё. Ну, понятно. Животных они тоже святые, собственно. Все там внизу лежат. Людей с проказой, с ветряной оспой. Святые. Чёрт подери. В общем, вот это было реческое отступление. Да? Не сжигают. Так что с лепрой и с ветряной оспой сразу нужно ехать. В варанасе сразу святой. Прям с камушком. В середину ганга. Всё как надо. Так, это мы лирически отступились. Так. Чего это? А, вот. БЦЖ. Чего они? Тут мы сколько говорили, чего у них есть, чего у них нет. Ну, про это на самом деле я уже сказала. БЦЖ у них нет. От туберкулеза они не прививаются. Ну, вот. По мнению CDC, потому что вообще у них их мало. Этого туберкулеза гуляет ещё и неэффективно наша вся эта БЦЖ, которой мы прививаемся. Дальше. Ну, вот. То, что мне там радостно высылали мои американские теперешние друзья. Конечно, у них всё это очень по уму организовано. Когда слушаешь, то есть у них там... У нас, в принципе, тоже врачей можно мучить вопросами. Ну, вы знаете, чем это заканчивается. Там вопрос просто, ну, тебя вот посмотрят, в общем-то, если все вопросы проглотишь, уйдёшь по-добру, по-здорову. Там можно врачей мучить до потери пульса. Какие там осложнения, какие там что, с тобой будет привет, либо долго, упорно разговаривать, пока ты не согласишься на прививку. И у них там перед каждой прививочкой ты приезжаешь, там тебе буклетик вот такой вот дают. Почему, да зачем, да какие побочные эффекты, да зачем следить, да если ребёночек там моргнул, кашлянул, там чего-то, как куда сразу бежать. Ну, у нас, к сожалению, этого нет. Но опять же, не надо здесь только на врачей тут всё, что плохо там, и как у нас всё организовано. Часто педиатры мне говорят, вот говорят родителям, прививку поставили, посидите в поликлинике маленечко с ребёнком. Потому что часто вот самые такие острые реакции сразу могут возникнуть. Чего вы сразу уже укутали, он там ещё весь в слезах, соплях плачет после прививки, вы уже там ломанулись, и на него там и внимания не обращаете. Какая у него там температура, это тоже надо принимать во внимание. То есть и населению надо внимательнее относиться к своим детям, когда они прививки ставят. А то потом уже когда, уже поздно, уже что-то начинаем там на ребёнка смотреть, что оказывается у него там температура под 40. Вот. Ну я думаю, поищу-ка я у нас, ну какие-то у нас буклетики тоже, наверное, должны хотя бы давать. В интернете наверняка должны лежать нашего, то же самое, как переведённое, американский сайт, тот же самый буклет, только на русском. У них на любом языке есть. Для всех потрудились, перевели, чтобы все прочитали. Молодцы, CDC, конечно, что тут говорить. Ну и, конечно, компенсации у них там огромные суммы, на самом деле они выплачивают и доказывают, что да, вот это после вакцины, и да, вот там траля-ля, и там целая вот у них там информация. Конечно, в плане информации, это, конечно, заглядение, как у них там всё это можно найти, почитать, приготовиться, быть там на чеку и так далее, и так далее. Ну, у нас, конечно, тоже есть свои там законы, которые вот там, непонятно в как, ну, можно, конечно, найти тоже, у нас есть такой списочек. Ну, серьезно, я, ей-богу, хотела найти на что-то попрезентабельнее, но вот только такое вываливается. Вот список, пожалуйста, перечисленных заболеваний в постфрациональном периоде. Вот особенно, конечно, ну, с другой стороны, я представляю, если вот в таком виде родителям, да, особенно последняя строчка, до 30 суток все вакцины, внезапная смерть, ну, вообще отлично. Ну, у нас умеют, в общем, преподносить всё, как надо, делать перечень побочных эффектов после вакцин. Ну, у нас компенсации вроде как тоже выплачивают, вот тут законы специальные есть, по которым это всё делается. Единовременно 10 тысяч рублей, в случае смерти 30 тысяч рублей. Современная сумма. Ну, в общем, всё понятно. Всё грустно. Тысяча в месяц. Ни в чём себе не отказывайте, как говорится. Про папиломы человека. Ну, я тоже, к сожалению, не могу сказать, чтобы прям разобралась. Ну, в общем, нашумела эта вся эпопея с вирусом папиломы человека. Началась не так уж давно. Но был дали в 2008 году человеку, который это открыл, показал взаимосвязь. То есть, если кто вообще не в курсе, то о чём речь. Рак шейки матки. Когда его исследуют, то во всех случаях рака шейки матки находят папиломы вирус человека. И если берут этот вирус и на культуре клеток пассируют, то клетки перерождаются и становятся злокачественными. Ну, как бы вот два факта. На основании этого, я так понимаю, если поправьте меня, если я совсем не то говорю, на основании этого делается вывод, что вирус папиломы человека, особенно типы 16 и 18, приводит к раку шейки матки. И, соответственно, если вовремя привить это, и этого вируса не будет, то и рака шейки матки не будет. И в Штатах сделали это вот в перечень этих обязательных прививок для девочек. Для мальчиков, кстати, тоже. Он тоже вызывает, показано там, сейчас не буду типами, процентами и так далее. В Штатах типа специфичная прививка? Ну, ты имеешь в виду с типом? Четырём типом, вот она, Гордосил этот известный. Вот у него там четыре типа, 6, 11, 16, 17. И мальчиков, и девочек они прививают. Не надо думать, что это прививка только для девочек, она и для мальчиков тоже. Рак пениса там и так далее. В общем, это всё тоже вот про эту прививку и про папиломовирус. Но, опять же, начиная что-то интересоваться вот этим вот вопросом про папиломовирус, тут же выскочила смерть после вакцинации, тра-ля-ля, исследовали два случая смерти и чего-то там вроде как бы, как бы это не от вакцины. Ну, и опять же, эти же двое, которые там про алюминия и дюванты, они же, ну, ей-богу смешно. Ну, вроде как, вот. Ну, опять же, они делают вывод, ну, надо быть, вот, физишн создан, физишн should be aware, короче. То есть самый главный вывод. Вот. Ну, в общем, надо же ложку дёгтя сюда. Да, вот. Ну, на самом деле, я вот с гинекологами достаточно много разговаривала по поводу этого. Вообще, как-то скептически почему-то гинекологи настроены про это. Ну, нашли, ну, вот, ну, есть. Это как с этим хеликобак при пиворе. Такая же ситуация, как будто бы, вот, складывается, что... Может, они там живут, когда уже рак возникает. Там, и так далее, короче. Ну, почему-то в гинекологе настроены скептически к этой прививке. Ну, пожалуй, гордостил он ещё и дорогой. Я зря не посмотрела, сколько, но он не дешёвый совсем, эта вакцина. Тысяча десять мне предполагали, что... Ну, вот что-то... До семнадцати лет. М? Его нужно ставить до семнадцати. До семнадцати? Да. А у нас, да, у нас-то я сколько раз уже слышу, что вот там эту, этот, по пивому... Ну, да, да, да. Ну, поэтому говорю, вот общее какое-то мнение такое, по крайней мере, ну, как у меня сложилось, что вот гинекологи настроены скептически, и всех особо так и не прививают. Ну, действительно, вот, говорят до восемнадцати, а ведь у нас сколько отправляют на эту прививку, уже взрослых достаточно, девушек, женщин. Так. Ну, это вот слайд, это к тому, что не надо забывать, что помимо того, что вас тут от всех этих страшных болячек привили, это я сейчас себе тоже говорю, что если мы куда-то едем, то там жёлтые лихорадки, там, и так далее, как бы всё не шутка, и надо бы иметь в виду это, и привиться, если уж совсем куда-то там, в тему таракань какой-то собрались. Ну, про грипп. Отдельно про прививку. Значит, тут я в основном так ссылаюсь на мнение вот Татьяны Николаевны Ильичевой, которая вот у нас в Векторе с гриппом работает. Ну, так скажем, вроде как вот если так про грипп рассуждать, то скорее против этой прививки не железа. Во-первых, всё-таки очень много аллергических реакций, заболевают именно гриппом. А вроде как, ну, очень часто слышишь, все в офисе привились, один не привился, а вот и не болеет. Ну, таких ситуаций, ну, действительно много. И переносят тяжело прививки, и потом что-то болеют всё равно, и как-то всё это. Вроде, ну, с другой стороны, гристистические данные говорят, что нет, вот это всё полезно. Если бы привились, и вообще гриппом бы не болели. Ну, в общем, тут как-то всё тоже, опять же, за, против, всё не очень понятно. Вот. Про грипп. Ну, да, раз я с Татьяной Николаевной думаю, надо донести, вдруг кто не в курсе. Про ремонтодим нечего лечить им грипп. Не эффективен он уже давно. Он хоть, конечно, 50 рублей, атомифлю и реленза 1500 и 1100, я говорю, всё понимаю, но бессмысленно практически лечиться сейчас ремонтодимом, потому что он, против него, он нацелен на М2-белок. Соответственно, он получается только для гриппа А, у гриппа Б его нет. Вот. Да и то, даже у гриппа А очень много сейчас штаммов, начиная с 2009 до года, уже вот эти все пандемичные штаммы, они всё же были к нему устойчивы. Куча смысла в ремонтодине сейчас нет. Так что, если уж вы решили вдруг полечиться целенаправленно от гриппа, хотя тоже вот, тот же эффективный томифлю и релензу надо принимать не позднее, чем первые три дня, когда вы там ещё и не знаете, что у вас это грипп. С другой стороны, а потом уже смысла нет вообще. Ну, в общем, как-то всё с этим лечением гриппа, есть ли вообще этот смысл, непонятно. Ну, это тут, так, пусть повисит кто-то, просмотрит, я всегда умничкаю, что же не хочу, но, в общем, внимательно, в общем, надо. К прививкам относиться и самому, и к деткам, в общем, смотреть. Очень они внимательно, конечно, за детьми, вот в Штатах следят, там буквально, вот, почему сегодня не пошли на прививку? Как-то ведёт себя не так. Ну, вот, ну и так. Ну, не пойдём сегодня. Ну, потому что действительно внимательно надо. Потому что там у ребёнка он всё время что-то кричит, что кричит, температура, там, температура одно и дело-то не обходится. Надо действительно смотреть очень внимательно и на поведение ребёнка, в том числе. Вот. И на своё. А что мне нравится? Копчёное в чём? Вредному в обществе. Чё не надо есть? Вот это... А, да. Так, пойдите, давайте мы закончим. Да всё, вот у меня уже благодарности любимому начальнику и Татьяне Кавлин-Чёвы. Вот. Всё, потом вот кто хочет, я убедительный ролик за вакцины вам. За вакцины. Ну, у меня... Аплодируем и ролик смотрим. А у меня его нет, это я говорю, сука, дам, если что, мне не влезло. Замечательно. Так, вопросы, пожалуйста. Плэн, запросы. На что мы снова должны быть рекомендацией? Прививаться спустя, там, несколько месяцев раньше, чем через несколько месяцев после предыдущей жизни? Прививаться, когда на заложен носу вообще болеешь? Вроде бы как есть такое, это самое, там, даже, ну, стимулируют всякие там вещи, там, в ходе того, что какой-нибудь там коновакцины, то есть, когда просто поднялись. Вроде бы иммунитет как раз разогнан. Почему бы этот момент не подсунуть инсидент? Вот честно скажу, я не врач. Не могу я ответить на этот вопрос. Рекомендации взяты вот просто из того, как рекомендуют врачи. Ни от себя, ни я, не знаю, честно. Не буду сейчас вот выдумывать и в иммунологии не специалист. Не могу сказать. Так, пожалуйста, я тебе сейчас скажу. А скажите, интернет писали страшилками такими про вакцину от столбняка в качестве помощи третьим справам. Вроде бы в этой вакцине нашли гормон человека, вырабатывающийся в организме женщины во время беременности. И вроде бы этими вакцинами прививались преимущества девушки-женщины где-то родного возраста. Да. И спонсировал это даже вроде бы Билл Гейтс. Господи, прости, но я уверена, сейчас многие что-нибудь такое. Ну, я вот ей могу. Такие страшилы мне не попадались. Ну, ничего не могу сказать. Мы не попадались. Хотя, что только не попадалось. А вот те, которые их называют антипрививочниками, да, они пишут о том, что вроде как вместе с иммунитетом к столбняку у девушки должен выработаться иммунитет к женской. А в степереческих тех, которые распределения в ученые верят. Ну, можно так не попадаться, пожалуйста. Находят штамм, допустим. Либо искусственно правильно пассируют, подсказывают, да. Либо это какой-то, допустим, животный вирус, не патогенный для человека, имеющий те же антигенные детерминанты и так далее. Либо пассируют. Это коробья. Да что-то как-то выпустила я их из виду. Накопала я только то, что вот... Буквально недавно вот у нас в соседнем институте Нина Тикунова чего-то там наделала с... Да, МТТВ сделала против... Против энцефалита. А то, что вот чем ты называешь, она эффективная или нет? Чем? От энцефалита? Да. Ну да, по крайней мере уж по поводу попочных эффектов-то точно. Нет, по поводу энцефалита. По поводу энцефалита. Ну, я имею в виду, что если даже люди заболевают после прививки энцефалитом, то не болеют в такой тяжелой форме. Так, хорошо, понял. Еще вопросы? Рис, я... Да, Олег, я просил. Вопрос такой, искусственно можно вызвать эпидемию? О-о-о... Не, ну так-то если сильно захотеть-то, наверное, можно. Я думаю, что можно искусственно. Ну, если мы про биотерроризм будем говорить, то, наверное, можно. Там по сути-то, как это, сибирская язва, там по сути-то... Ну, по сути-то, да? Что? Риктор, у меня это честно исторически. Значит, вот Дженнер, Дженнер это была тогда еще миосматическая теория. У него под этим какая-то наука была, кроме слухов про то, что... Да, практически не было. Не было, никакой теории... Насколько я понимаю, нет. Поэтому потом все и заглопло, потому что не было никакой теории. То есть просто помогает им все? Да. Так, теперь вот это, значит, по поводу затухания и вот это... Ну, это не тетила потом, ну, нет. От чего это зависит? Это от особенностей самого... От особенностей организма. От того, какая была, да, какая была вакцина, какой-то патоген. В основном от иммунного статуса человека, там много всего. Всяких этих... Так, теперь, вот в связи с вот этим самым антибиотиковой катастрофой, ну, которая у нас происходит. Происходит. Какая-то, ну, вот, значит, как называется, ответ на эту антибиотику и катастрофу со стороны вакцин. Какой-нибудь не просто, скажем, что растет резистентность, значит, нужно делать новые антибиотики, а вот немножко другая, симметричная... Ну, собственно, это, опять же, это как ответ антивакцинаторам. Все же часто говорят, ну, заболеем, полечимся, если уж что. Ну, так вот именно полечимся. Отсюда и возникают эти приспособленные штаммы. А что? Теперь вот как. Значит, в связи с тем, что у вас возникают резистентные штаммы, как это влияет на стратегию разработки вакцины, применения вакцинации? Ну, естественно, вакцины, ну, допустим, мы грипп берем, конечно, так вакцины и меняются все время. Они там, он смотрит, в какой у них вазе сейчас штамм гуляет, они оценивают, как он нам придет. То есть меняют вакцины, конечно, если изменяете. Вот сейчас пошел этот советский туберкулез, да, по всему миру. Ну. Тюремный туберкулез. Пошел. С ним что? Не знаю. Тогда, если, предупланируется ли какая-то новая эта вакцина? Про ВЦЖ не знаю. Ну, по крайней мере, сейчас прививают старый. Вот все, что я знаю. Так, сейчас, пожалуйста, да, сейчас проверяйте, пожалуйста. Ну, на самом деле, в предложении вопроса у Павла Михайловича. Ну, есть национальный календарь. Кого так нужно прививать, там, начиная от рождения? Есть какой-нибудь хотя бы рекомендательный меморандум, что должен сделать человек советской формации, который родился когда-то тогда, значит, ничего этого не было, с чего и тем рекомендовано привиться в наше время. Ну, допустим, гепатита Б, наверное, надо, да, лицо? Есть такие вот, ну, я что могу сказать, в Штатах вот отличные, вот аналогично таблички, которые я показывала вот по детской вакцинации, у них такие же и для взрослых, что вот если не было, то то-то вот там прям прописано, начиная с 18 лет, у них отдельные календари, если вы знаете, не знаете. Насколько вот у нас, я вот не встретила такого вот прям документа, вот ты скачал такой себе все это расписание, и знаешь, куда тебе с чем идти, не находила ее. Еще одна, извините, еще одна вещь. Я помню, когда меня в Бразилии прививали от беженства. О, Господи, вас в макаку упустило или что? Ну да, я ехал к детью обезьянку. Понятно. Так потом, меня через неделю, мне нужно было прийти и провериться, есть ли у меня эти самые антитела. Вот и правильно. А вы не пришли, да? А, нет, я пошел, у меня их не было. Отлично. Когда меня еще раз привили, их все равно не было, я все равно поехал дырки в лес. После чего? Она же на полкода растягивается, приедет. Ну, в общем, это, наверное, вот те, как и там все нормально, где-то не было у меня ничего. Вообще вот это принято у нас, и вообще хоть где-нибудь. Или это исключительно? Принято, единственное, что принято, это реакция манту. Вот смотрят, все. Больше вот в том, это тоже вот меня всегда настораживает. Не смотрят антитела у нас. Вот меня на векторе от энцефалита прививают, потому что на моем отаже с энцефалитом работают. Потом смотрят антитела. А вот все вот эти остальные, кроме манту, нет никакой проверки. И в Штатах нет. Они смотрят, когда... Вот им когда задают вопрос, почему вы не смотрите титры? Потом укажут. Во-первых, это дорого. И это не посмотришь у каждого. Ладно, пожалуйста, идите, смотрите на все, что угодно, какие у вас титры. Они говорят, мы проверяем, статистически работает вакцина или нет. Сколько потом заболело, сколько заболело со сложнениями из вакцинированного населения. И вот так они делают вывод, а каждого нет, смотрят титры. Там кто-то хотел прокомментировать, знающий человек. Мы не такие умные, мы про больно знаем, потому что мы, собственно, занимаемся вакцины. В мире сейчас в стадии различных испытаний, там уже в предыдущих находит, 11 вакцин. Но единственная, которая имеет шанс в ближайшее время выйти на адрес, это индийская вакцина от лепры и от... Она тоже очень близкородственная, она там чуть-чуть генетически измененная, считается, вот, и вот это единственная вакцина. Все остальные, включая, там, геничные, они находятся на 3-4 стадии, с 1 стадии, и когда они, когда это в промежественном использовании, непонятно. Но очень много, собственно, сышка тюберкулеза началась с 90-х, она не только, простите, началась, это ссылки в интернете на трапаре. Как пишет товарищ Каукман, даже находясь в Лондоне, в районе, вы не застрахованы от тюберкулеза, вы можете заболеть. Я сейчас, как я работала, генетически плевес, это главная причина свежей людей за малейший спиды. А, да. Так что, как бы, все вот так, понимаете? Так, да. Да, вот у меня еще один вопрос. Вот туристам, понятно, рекомендуют перерываться, в связи с такими, значит, распространенными, как там, какие-то деловые люди. А вот как дело обстоят с гестарбайками, которые, значит... Грустно дело стоит? Грустно. Так это одна из, почему нам надо прививаться вроде как от того, чем мы тут уже давно не болеем. К нам товарищи южные привозят то, чем мы тут давно не болеем. Никто их не смотрит, конечно. Какая государственная программа, они нигде не зарегистрированы, не прописаны на стройках работают. О чем вы говорите? Конечно, это большая для нас опасность и для неизвакцинированного населения. Там все-таки какие есть подвески? Что ожидается вообще с этого? Знающий, подскажите, кто в курсе последних по СПИДу, не в курсе последних тенденций. Регулярно наш вектор дает интервью в ТОВАТОР. Регулярно мы на качестве слушаем гостогрегия каждый год или каждые два года и отложим диплом про то ТОВАТОР. Так, вот тут еще один вопрос в этой связи, что в газетах пишут про то, что значит вакцина от рака, да? Академия, как раз в голову, на самом деле, общаясь, но здесь немного дают, что будет вакцина, дают баллы, поэтому...